Как дела, друзья? Меня зовут Мако, и мы продолжаем выживать в Шелтед. Выкрутились мы, конечно, после последнего нашего набега рейдеров, да? Я выкрутился более... кое-какие... более-менее выкрутился, да? Ух, да. Это было, конечно, жестоко. Кто не видел, обязательно посмотрите предыдущую серию. Хорошо, мы продолжаем. Я понаходил кое-какие полезненькие предметы, но у нас напряжно, конечно. До сих пор напряжно с самыми простыми, друзья. И сейчас мы отправим Томаса в разведку вместе, наверное, с Сандрой снова. Так, и куда мы с вами отправимся, только вот я не знаю. Сюда, где солдаты, группировки, можно с ними встречаться без проблем, либо биться, что-то забирать, либо просто с ними болтать, либо обмениваться. То есть я сюда вот сходил, и, видите, 10 дней назад я, получается, был по игре. А в этих домах уже 40 дней. Больше месяца не были. Капец. Босс вымогателей. Да, хотелось бы, конечно, сюда сходить, но последних вот 5 или 6 дней это такая напряженка с водой у меня. Капец. И я заметил одну странную штуку. Скорее всего, это баг. Быть может, это просто какой-то, короче, не... Какая-то поломочка, скорее всего, в игре. Когда идет дождь, лучше не перематывать время, потому что он слишком быстро заканчивается и не набирается столько воды. Видимо, счетчики как-то не успевают срабатывать или что-то еще в этом роде. Хорошо, я предлагаю нам сходить, знаете, куда? Если нас, конечно, пустят через эти горы и массивы. Я не помню, если честно, в этом обновлении, можно ли переходить вообще этот горный, всякие перевалы и всякие штуки. Но мы попробуем, наверное, сходить куда-нибудь вот сюда хотя бы. Потому что 65 воды у нас есть. Давайте, наверное, и отправимся. Хотелось бы, конечно, еще сходить на очищение. Сделать такой вот типа как крюк. Да? Там хоть водички немножко набрать. Было бы неплохо. Ладненько, давайте сейчас посмотрим, сколько у нас заберет это все дело. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите-ка. Какая жесть. Какая жесть, какая жесть. Аргентина, Ямайка. Не пить, не есть. Сорок-восемь. Сорок-восемь. И у нас останется буквально около 20 единиц воды. Да, сейчас мы отправимся в путешествие. Я дальше расскажу, что я успел сделать и что я успел поулучшать. Домашний питомец. Да, пойдем так. Хорошо. Что я успел найти? Я успел найти две арматуры. Не помню, где это было. По-моему, в каком-то маленьком доме. Где-то недалеко от фабрики. Или на фабрике я нашел эти две арматуры. И, наконец-то, друзья, у нас первое ружье появилось. На 125-й день. Это вообще жесть. То есть, если генерация предметов происходит так, как у нас до этого происходило все 125 дней. Нашего выживания, друзья, в этой игре. Чудесный. Да, не знаю, чудесный в кавычках или нет. Скорее всего, в кавычках. Да, то нам, конечно, будет довольно сложно пробиваться. Спустя такое время. Количество. Такое количество времени. Ох. Да, но мне повезло, что я нашел еще канистры бензина. 12. Кроме того, я улучшил употребляемость или использование топлива уменьшил на 10%. Это, конечно, фигня, но все равно более-менее приятно. Чуть больше, где-то на полдня буквально хватает. А то или на 3 дня нам хватает теперь топлива. Так, что я еще смог найти? Да, конечно же, к ружью я взял и несколько патронов нашел. Кроме того, я разобрал плиту нашу. Плохую плиту. Холодильник работает. Там почти забито мясом. То ли 16, то ли 15 мяса. Но по-прежнему у нас нет шерсти. По-прежнему у нас два вентиля. Вентиля я вообще не встречал очень долго и очень давно. Но зато у нас есть антирадиационные таблетки. Их три штуки. С ума сойти. Такое дикое количество, просто вы скажете. Ну блин, если... Не здоровится кому-то, то это, конечно, количество реально. Хотя бы что-то, да? Хотя бы синица в руках, чем журавль в небе. Так, ладушки, электрические плиты, лампочки 11, рубильники. Проводов вот у нас нет, чтобы сделать нормальную плиту. Или хорошую плиту. Этого, конечно, не хватает. Да, не хватает резины, конечно, и пластика на еще один, допустим, резервуар для воды. Бочку. Так, и 52 у нас сухих пайков. Сейчас мы пайками питаемся, потому что, ну, сами понимаете, плиты нет, сырое мясо жрать, конечно, не очень хочется. Да, 15 штук у нас есть. У нас корова сверху рогатая до сих пор стоит. Кузя до сих пор жрет и требует жрать постоянно. Я не знаю, быть может, так надо? Или это нормально? Может, это ненормально? Не знаю, в общем. Ну да ладно. Так, я предлагаю, наверное, Томасу выдать 45-50, да, урон. 30-35. Кстати, очень классно, что для оружия, я только недавно заметил в прошлой серии, забыл об этом упомянуть, что для оружия теперь появились показатели, то есть требования силы, урон, какое количество урона наносит минимальное-максимальное и точность. плюс 5, минус 10, там, или минус 5. Вот такие вот делишки. Так, ладно, давайте попробуем, наверное, ему ножик все-таки дать. Хотя нет. Давайте топорик дадим. И, естественно, он возьмет с собой рюкзак. Кроме того, мы больше ничего брать не будем, как всегда, потому что это накладненько. Одно место, лишаться чего-то. Можно, конечно, по единичке, по двоечке, что-то, типа, кому-то с кем-то поменяться, но, блин. Это... на это уходит куча времени, и толком они ничего не предлагают нам. Те, которые приходят, уже получше предлагают предметы и на обмен, чем мы будем встречать, там, один гвоздь, пластиковая башка, или пластиковая нога, нога от манекена или рука, да? И там, допустим, одна вода и две доски, или какой-то магний, или какая-то еще фигня, в общем. Ладненько, пускай наша парочка старателей и искателей отправляется. Удачи, друзья! Принесите что-то очень классное, очень полезное. Новое место, я надеюсь, они пройдут, смогут пройти через горные перевалы. Так, и через горы. Что еще? Что еще я хотел вам показать или сказать? Да, теперь я стараюсь, как только идет дождь, я стараюсь отправлять одного из наших жителей сразу чинить. Вне зависимости, какая надежность, будь это 90% или 85%, водяной фильтр сразу чиню. И как-то... То ли мне так кажется, то ли оно действительно так действует, что быстрее набирается вода. Так, хорошо, первое место они посещают, и это чудненько и отлично. Я бы хотел, конечно, еще туалет нормальный поставить, но для него надо... Что для него надо? Посмотри-ка, Сэм, пожалуйста. Для человеческого туалетика походный туалет. Да, здесь нужно два металла. С металлом тоже напряженка, потому что нам нужно улучшать и двери, и делать еще колья железные, да, ловушку. И еще сделать нормальную плиту. Сколько для нее нужно? Да, для нее нужно 12 металла. И почему-то провода. Четыре провода. Я не знаю, для чего хорошей плите проводка, но, видимо, для того, чтобы она подключалась к нашему генератору. Видимо, так. Ну, вот и, в принципе, все. Да, для ловушки с кольями нужно 4 металла. То есть мы не вписываемся. Вписываемся, только у нас один получается. Остается и 3 трубы. По-прежнему труп не могу найти. Не труп, а трубы. Трубы. Трубы не могу найти. Хорошо. Живое мясо стоит на селке. Все нормально. Не знаю, как будет дальше. Может, разработчики заметят. Ну, естественно, заметят такую фишку. И будут писать там. Осталось до гниения там или... До гниения мяса осталось там каких-то 3 часа, допустим. 3 часа 29 минут и 42 секунды, да? Нет, будем ускользать. А, скорее всего, будет так. Сэм хочет есть. Принять пищу. А Том у нас почистит укрытие. Джо, беги, заправляй. Да, дождя. С дождем напряженка, блин. Это очень фигово. Наткнились на кое-кого другого. Похоже, что у них к нам разговор. Хотите, чтобы мы этим занялись? Надо было бы, конечно, посмотреть, где они находятся. Скорее всего, они дошли уже до какого-то населенного типа пункта. Давайте подключимся. Посмотрим дальше, что будет происходить. Барышня тут чистенькая, опрятненькая. Смотрите, Марта какая. Волосы ухоженные, голова мытая. Ни одного пятна, ни одного пореза. Ну, здравствуйте. Еще один рискующий жизнью и здоровьем. Не похоже, что у меня есть выбор. И ты действительно рискуешь столкнуться со мной еще. К чему они вообще? Непонятно. Так, она вообще-то... Давайте, наверное, ее завалим, потому что... Она с голыми руками. Рукопашное подчинение. Давайте рукопашную сразу. Счетчик препятствия. Ого, нормально она так. 12 пробила. Есть кровотечение. Отлично. Давно мы не сражались и не дрались, друзья. С солдатиками я, конечно, встречался. Они прикольные. Ну, такие типа... Стоять! Там ля-ля-ля. Командный... Командный базар, в общем. Да, все, мертва. Хорошо. Заберем канистру и... Ну, она сама нарвалась. Я не хотел, конечно, с ней сражаться. Это было нечестно довольно. Стоп, а почему у Сандры так мало здоровья? Какого фига у Сандры так мало здоровья? Ей нанесли урон только 12 единиц. Тоже какой-то, наверное... Какая-то фигня. Так. Том, прими пищу, пожалуйста. Ну, не будем эту всю ерунду брать. Нам она пока что не нужна. У нас нет еще даже четвертого уровня верстака. Блин. Я не знаю, когда это будет. С такой удачей, с таким фартом, я вообще без понятия, когда это будет. Дождик пошел. Как хорошо. Смотрите-ка. Так, Сэм. Быстрее, 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 пожалуйста. Так, перематывать я не буду. Водичка набирается. Хорошо. Сэм, быстрее, почини фильтр. Скорее, чувак, скорее. Двигай телом. Шевеляйся. Шевеляйся, чувак. Так, Джо. Джо поспит, наверное, тоже здесь. Корова мычит. Рога-то и мычит. Продолжает мычать. Это... Конечно. О, смотрите-ка. Сто процентов сразу. Намного быстрее вода набирается. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Я хочу посмотреть, что у нас делается. Генератор. А, там все нормально вроде. Пока что. Давай, верни костюм, Сэм. А мы будем идти дальше. Давайте посмотрим на карту, где они вообще находятся у нас. Ага. Они цветочный магазин посетили. И сейчас вроде бы как идут на маленькую заправку, что ли. Маленькая аптека здесь есть. Маленький дом. Окей. Это меня уже радует. Обнадеживает, да? Хотелось бы вот сейчас самое время, чтобы кто-то к нам заглянул на огонек. И что-нибудь нам бы обменял. Было бы просто... Самый сок. Так, банка краски, мотор. Ну, видите, опять вот... Я не был в тех местах, где мы сейчас. И опять всякая фигня, блин. Где труба? Где резина? Я не понимаю. Неужели... Где вообще шерсть? Книга. Есть 10. Давайте возьмем. Может, обменяем у кого. Батарея. Боротея, Боротея. Боротейка, Боротейка. Да нифига больше нам не надо особо. Пока что. Так, дождик идет. Сэм, принимай душ. Я знаю, ты уже хочешь спать. Но тут еще трое на очереди, чтобы его принять. 82... 82... 83... Это еще при употреблении получается, да? Да. Бессмысленно просто, друзья. Почему я этим сейчас занимаюсь? Слежу за счетчиками и за всем остальным. Потому что раньше это было практически бессмысленно. Сейчас тоже не особо смысл есть этим заниматься, но... Более-менее можно проследить. Так, гвоздь и пластик. Блин, два пластика. Клейкая лента у нас дофигища. 37... Батареи тоже хватает. Хотя, если бы я взял ту... Да давайте возьмем и то, и другое. Короче говоря... Неужели у нас 90 воды будет? Неужели этот дождь... Такой прям самый дождливый из всех дождей, которые были до этого? Это классно. Так, спать. Том, принимай душ. А Джо, наверное, навалит этому засранцу. И потом... Кстати, да, починит... Наш генератор. День 127-й. Да, кстати, у нас в журналах там... Еще появились кое-какие записи. День 112-й. Эта старая страница из дневника валялась в нижней части гардероба. Отрывок из дневника номер 31. Не помню, какой мы читали. То ли 51-й, то ли 31-й. Папа часто выходил прогуляться сам. Я думаю, что они с мамой не очень хорошо ладили в последнее время. А мне интересно, почему он всегда берет с собой неразборчивый текст. Да, мы это читали уже. И день 121-й. Как прикольно, да? 112-й и 121-й. Мне было интересно, откуда эти парни достают свои товары для обмена. Выяснилось, что они просто... Типа, да. Это было... Да, и... Это уже когда Томас к нам пришел. Хорошо. Пускай будет. Кузя, ты нажрешься и заткнешься. Я за тебя рад. А почему у него здоровье... А, восстанавливается. Хорошо. Я уже испугался за него. Он, хотя, конечно, доставучий парниша. Но, блин, все равно как-то за него... Чувствуешь ответственность. Так, доска. Вот эта пружина у нас есть. Это забираем. Это забираем. Идем дальше. Черный дождь на поверхности. Это паршиво. Вот почему тот... Дождь был таким затянувшимся, да? Кузя, не скулить. Заткнись. Вот корова заткнулась. Это уже хорошо. Так, так, так. Том. Том, 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 том. Очисти укрытие, пожалуйста. Джо, наверное, пойдет помоется. Раз уж черный дождь на поверхности. К незнакомцам. У нас есть несколько книг. Давайте попробуем. Хотя, блин, если сейчас мы вступим в какой-то бой, у нас не будет выбора. Наша Сандра отхватит. Не паникуйте, я дружелюбен. Подтвердить. Торговля. Я просто ищу немного припасов. Мы с тобой на одной волне. Мне нравится. Люди подобные нам могут что-то изменить. Одна сделка за один. Раза. О, рубильничек, пожалуйста. Смотрите-ка. Ну вот, видите, не густо. Абсолютно. Вообще никак. Книга цена обмена 50. Что бы тебе такое... Всучить. Влепечить. Давайте книгу ей дадим. Одну. Пускай будет. Ты безбожно грабишь меня, но я такой человек. Ты еще и возникаешь, блин. Ну, как всегда. Книгу за 50 отдал. Взял 18 буквально. И еще... Скажи своим друзьям. Хорошо. Шарон. Ну ты наглая морда, блин. Что тут все такие наглые? О, смотрите. Книгу возвращаем. Чудненькая. Гвоздь. Неужели провода? Провода! Я больше буду радоваться, конечно, резине. Которой нужно 15 для улучшения. Кстати. Нашего верстака. Смотрите, 15 резины. Зачем тебе резина? Верстак. Друг верстак. Не надо на тебе. У тебя даже полового органа нет. Да. Это было, конечно, не смешно. Зато пошло. Так. Они вернутся когда-нибудь. Давайте посмотрим, где они вообще находятся. Да. Короче, еще полпути. Маленькая аптека осталась, кстати. И... И средний дом или что? Что это? Как-то они так петляют. Странно. Ладно. Забыл школу. Спокойно. Спокойно. Друзья, не нервничаем. Все будет нормально. Выживем. Я надеюсь, хотя бы до 200 дня. У нас все будет, ну, такое, такое, среднячковое уже. Для выживания. На больше надеяться не стоит. С такими темпами. И с такими, блин, вещами. Это говно какое. Ну, что тут столько говна всякого? Почему нет такого говна, которое нужно? А почему я не мотаю? Черный дождь на поверхности у нас 90 воды. А я не мотаю. Давайте мотнем. Ну, вот, вот вы посмотрите. Ну, одна шерсть. Есть у нас сейчас только две. Ну, как это? Как это назвать? Скажите. Как здесь... Пять аптечек, кстати. Пять аптечек. Что такое? Батарейку нафиг выкинем. Антибиотики. Почему нет антиродинов? Игра, в общем, по старой схеме. А раньше у игр была такая схема. Чем меньше у нас предметов... Ну, это первые еще игры такие, короче. Песочницы всякие, выживалки. Чем меньше у нас предметов, тем сложнее их найти. Вот и вся логика. Ничего нового, да? Ладно, будем ждать наших путешественников. Лишь бы никто из них не потерялся, блин. Будет очень печально. Конечно, на одно дышло будет меньше, но... Будет... На одну печаль печальнее. Так, стоп, погоди. Блин, 33% загрязненность. Но лучше не пить. Лучше Джоз сходить в туалет. Так. Куча, куча, куча ча. Куча чара, чара, ча. О, смотрите, две банки краски. Фантастика просто. Лампочки, которых нам не надо вообще. Кликаю ленту. Ну ладно. Электрическая плата. А куда мне тебе ее засунуть? Даже вентилей нет. Что за ерунда? Ну ладно, может в следующий раз нам повезет. Пойдем уже чуть ниже, да, по карте. Куда-то. Куда-то вот сюда. Тут побольше, конечно, мест. И заодно можно вот здесь осмотреть, потом здесь осмотреть. И уже вот так вот вернуться. Вроде бы как. А здесь вообще жесть. Но туда добираться, в принципе... Да. В полтора раза дальше получается. Ну где вы там? Возвращаетесь? Да, они возвращаются. Можно перематывать. Нет, смотрите, еще. Еще что-то к незнакомцам. Нет, не будем с ними знакомиться. С незнакомцами. Пускай незнакомцами и остаются. Вот так. День 128. Джо хочет спать. Джо спать. А, стоп, Джо. Какой спать? Подожди. А, ну да. Можешь дремануть пока. Там все равно чуть-чуть. Сейчас наши путешественники вернутся. И будут дрыхнуть. Отсипаться. Опять эти две козы идут, блин. Козы, не до вас. Я даже ни одного металла не нашел. А металл я рассчитывал, конечно, найти. Да, или сколько? Или, может, два металла мы взяли. Я не помню, короче, уже. Сейчас вообще посмотрим. Давайте, блин, толстозадые. Там пока еще спустятся. Навалять бы вам выйти. Чтоб забыли сюда вообще дорогу. Овцы тупорылые, блин. Так, где наши путешественники? Тупливо уходит. Капец, как... Вот они идут, хорошие. Вот они идут. Хотят спать, естественно. Хотят мыться. Хотят жрать. Хотят пить. Все хотят. Отлично. Восприятие подняли. Да, два металла буквально нашел. Фантастика просто. И одну шерсть. Одну трубу. Зато три краски. Да. И воды нам не надо, конечно. Пока что. Ну, окей. День 128. За всю свою жизнь я никогда никому не причинал боли. Не говоря уже о том, чтобы кого-то убить. Я чувствую себя очень, очень плохо. Но какой выбор у нас был. Я надеюсь, что нам никогда не придется сделать это снова. Сандра повысил свое восприятие. Все чудесно. Все смеются, друзья. И на этом... На этой положительной ноте и на этом хорошем моменте я думаю, что мы закончим. Сэм сейчас возьмет немножко и очистит открытие. Открытие и укрытие. Ссылка на плавитель в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Увидимся с вами в следующей серии. Не знаю, быть может, в следующем обновлении уже. В общем, будем смотреть. Будем смотреть, как вы будете смотреть, друзья. Как всегда. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok